Здравствуйте! В эфире программа «От шабата до шабата». Меня зовут Михаил Рабинович. Главная тема уходящей недели – это, безусловно, государственный бюджет на 23-24 годы, который после череды скандала все же был утвержден Кнессетом рано утром в минувшую среду. Отмечу, что конфликты и споры вокруг распила госказны партнерами по коалиции начались сразу по окончании военной операции «Щит и стрела». Согласия в товарищах хватило лишь на время ракетных обстрелов, и как только обстрелы закончились, взаимные нападки возобновились. Напомню также, что главные споры на протяжении последней недели перед утверждением бюджета шли вокруг требования министра нацбезопасности Бенгвира увеличить бюджет министерства по делам Негева и Галилеи и вокруг ультиматума со стороны ультраортодоксальной партии «Агудат Исраэль», которая внезапно потребовала еще полмиллиарда шекелей на финансирование Ешиф. Я говорю еще полмиллиарда, поскольку на ультраортодоксальное образование в этом бюджете и так уже заложены миллиарды шекелей, которых раньше на подобные цели не выделялось. И тут стоит отметить, что несмотря на то, что нынешняя коалиция является идеальной для тех узкосекторальных партий, из которых она состоит, чуть ли не каждая из этих партий посчитала необходимым выдвинуть ультиматум правительству и пригрозить срывом голосования по бюджету, если ее требования не будут выполнены. И хотя в итоге все ультиматумы были сняты, а проблемы решены, идеологический и интеллектуальный центр нынешней власти, стоящий за разработкой юридической реформы форум Коэллет, выразил тревогу относительно того, как и на что партнеры по коалиции намерены потратить государственные средства. Вот что в частности заявил ведущий экономист форума Коэллет доктор Михаэль Шарель в эфире армейской радиостанции. «Ущерб от отказа правительства изменить политику финансирования ультарадоксального образования необратим. Он будет выражаться в замедлении экономического роста, в росте налогового времени, в расширении уровня неравенства, в уровне бедности. К сожалению, правительство не только не меняет политику, но и продолжает ее укреплять». Конец цитаты. Прокомментировать новый израильский бюджет я попрошу главу информационной службы 9 канала Дмитрия Дубова. Дима, добрый вечер. Добрый вечер. Так, противники коалиции утверждают, что этот бюджет – катастрофа. Сторонники Ликуда и Нитаниягу уверены в обратном. А что действительно отличает этот бюджет от тех финансовых документов, основных, которые принимались до настоящего времени? Давайте начнем с того, что, и это важно отметить, что бюджет – это не только, скажем так, история про количество нулей после единицы. Это прежде всего, то есть вот эти вот цифры – это отражение конкретной политики. То есть как именно правительство видит нашу страну по истечении какого-то количества лет в будущем. Ну и поскольку любые государственные траты или вложения, они в итоге все равно сводятся к тому самому конкретному количеству нулей после единицы, то круг замыкается на тех самых цифрах. С них, наверное, имеет смысл начать. И я скажу следующее. Это плохой бюджет. Не потому, что там у меня какая-то повестка своя личная, а просто исходя из тех самых цифр. Вот вы процитировали сейчас главного экономиста правого консервативного форума Куэлит, а наши коллеги с 12-го телеканала выдали следующие данные, согласно которым порядок приоритетов государства, который заложен в бюджете на вот этот вот 2023-2024 годы, он таков, что в 2065-м налоги в Израиле вырастут на 16%, а потери ВВП для экономики составят почти 7 триллионов шекелей. Теперь можно как угодно относиться к коллегам из 12-го канала, но данные конкретные цифры им слили люди из бюджетного отдела Министерства финансов. А тем людям вообще, в принципе, все равно, кто у них министр финансов. До политической повестки. Бецалель Смотрич, Виктор Либерман, который, я так понимаю, сегодня придет в студию, или там Израиль Кац от партии Ликут, они там сидят с калькуляторами своими, циферки считают, и видят тенденции. Вот если вот эти вот тенденции, которые были заложены в принятом бюджете, будут сохранены в будущем, то в итоге мы-то с вами вряд ли доживем до 65-го года, я посчитал, что дочь моя, ей останется 10 лет до пенсии, а вот ее дети уже будут платить те самые повышенные налоги, или, может быть, даже вообще уйдут из изоляции, поскольку налоговое бремя будет распределено неравно. И все, что делалось предыдущими правительствами, предыдущими министрами финансов, одного из них, кстати, звали Бенемин Нитаниягу, который в 2003 году, помните, сократил пособие многодетным семьям, все, что делалось в направлении того, чтобы поощрять людей выходить на работу, конкретно в ортодоксальном секторе, сегодня сводят все имеющиеся хоть какие-либо достижения на нет, и, наоборот, заставляет буквально этих людей оказаться в ситуации, в которой работать им не имеет никакого смысла. Помните, мы не так давно говорили о законе о призыве в армию, мы, кстати, будем говорить про этот закон совсем уже скоро, поскольку бюджет принят, и теперь дело дойдет до других вопросов, и когда мы обсуждали возраст освобождения от армии, мы говорили в качестве логики, что люди, которые не являются студентами ИШИФ, они пойдут работать. В нынешних условиях, когда они будут получать надбавки, выплаты, и даже, кстати говоря, продовольственные карточки. Продуктовые талоны. Да, Риадери, у них такие критерии, что, в принципе, они все остаются внутри ортодоксального сектора, никакого резона этим людям выходить на работу нету, и это мы еще даже не сказали ни слова о системе образования, где не изучают предметы, которые необходимы людям для того, чтобы сегодня хоть как-то там конкурировать на рынке труда. Поэтому бюджет, как я и сказал, он нехороший, в долгосрочной перспективе особенно. Если пытаться найти хоть какие-то плюсы, то парадоксальным образом можно указать на увеличение бюджета полиции, там дефицит кадров, и я надеюсь, что это хоть как-то поможет решить ситуацию с нехваткой полицейских. Во всем остальном, опять же, не точечно, не тактично, а именно в стратегической перспективе никаких плюсов в этом бюджете я не вижу. Но те деньги, которые выбил Бен Гвир для Министерства по развитию Негива и Галилея, разве это не плюс? Да, значит, это зависит плюс где. Что делает политик, который требовал 800 миллионов шекелей на развитие Негива и Галилея, а получил в итоге 250, да и эти из остатков бюджетных средств, если они будут потрачены в конце года, то есть не потрачены в конце года, и только при таком условии будут перечислены в бюджет этого министерства в следующем, подчеркиваю, финансовом году. В такой ситуации он может сделать только одно, заявить о громкой победе и сказать, что он достиг важного прорыва, важного результата для Негива и Галилея. Этих денег живых сейчас нет. Это обещание на будущее. Кстати говоря, выяснилось, что проблема Бенгвера, равно как и проблема Гольднопфа, требовала ретроактивное решение правительства, поэтому после того, как эти документы, эти соглашения были подписаны, правительство в срочном порядке проводило по телефону голосование по этим заключенным соглашениям с этими двумя партиями. Это обещание на будущее. Но как мы не раз убеждались с вами, Михаил, что обещания политиков, в принципе, трудновыполняемые, а любые, включая даже коалиционные соглашения, они, в принципе, юридической силы не имеют. Поэтому говорить о каких-то конкретных цифрах на развитие Негива и Галилея, вдобавок к тому, что имел на данном этапе бюджет, этого министерства говорить пока не приходится. Вы нарисовали весьма печальную картину. Неужели Бенемидне Таньягу, который обладает званием мистер экономика на протяжении долгих лет, неужели он этого не видит? В чем его мотивация принимать подобный бюджет, несмотря на все тревоги и опасности? Да, это абсолютно логичный вопрос, уместный вопрос. Здесь, наверное, два аспекта в ответе на этот вопрос. Это вопрос, это аспект, наверное, психологический. Здесь я ничего не могу сказать. И есть некая политическая ситуация, в которой у нас коалиции, у нас коалиция Ликуда и, скажем так, религиозных и ортодоксальных партий. Это Ликуд плюс вот Смайо Дитр, религиозные сионисты, Яду Татура и партия ШАС. Это новый состав коалиции для Бенемидне Таньягу. Никогда не было еще случая, чтобы в его коалиции не было партий условно левее от него. То есть на разных этапах. Это была партия Авуда, кстати, да. Это была партия Ешатит, это был Кахоль-Лаван после того, как государственный лагерь, да, после того, как Бенни Ганс вышел из союза с Лапидом. Это была партия Куляну, экономически, социально ориентирована. В этой коалиции всегда находилась партия Наш Дом Израиль, у которой есть своя четкая адженда, отличающаяся от адженды ортодоксальных партий. Всегда кто-то был рядом. В ситуации, когда самый, скажем так, условно, очень условно левый или центристский партнер, это сам Ликут, в ситуации, когда Нитаниягу и его партнеры явно просчитались юридической реформой, не ожидая вот этого общественного раскола и полноценного политического кризиса, который последовал после увольнения, помните, Йоава Галланта, у него просто не оказалось больше сил торговаться со своими партнерами. И в тот момент, когда к нему пришли люди из Ядута Тура, тот же Гольфнов или тот же Бенгвер, и сказали ему, ты нам обещал в коалиционном соглашении, выполняй, у него не осталось резервов сопротивляться. Это моя интерпретация событий. И мне кажется, что именно в силу вот той непростой ситуации, в которой мы оказались на фоне экономической, юридической, прошу прощения, реформы, Нитаниягу не стал отстаивать снижение сумм, поскольку на коалиционных переговорах, на этапе коалиционных переговоров, когда дело доходит до денег, всегда принято немножко завышать суммы. Опять же, если мы нарушим это коалиционное соглашение, на нас никто в суд подать не сможет. Максимум мы пойдем на досрочные выборы. И поэтому логика резонда говорится где-то посередине. В ситуации, когда Нитаниягу оказался в загнанном угол, середина нет. То есть ему просто пришлось пойти на выполнение этих коалиционных соглашений, чтобы как-то стабилизировать хотя бы эту ситуацию, пройти и принять бюджет, и дальше уже как-то думать, чем заниматься в день после принятия бюджета. Кстати говоря, один из вопросов, это юридическая реформа. Вот ровно об этом. Нитаниягу, выходя из зала заседаний, утром в среду, на вопрос журналистов ответил, что мы находимся как раз в стадии реализации этой юридической реформы, что работа, соответственно, будет над ней продолжена в ближайшее время. Буквально пару недель назад были слухи о том, что о реформе не будут вспоминать в течение летней сессии. Что произошло, что будет происходить? Я думаю, что про реформу будут говорить, уже хотя бы исходя из того, что те же самые ортодоксальные партии жестко намерены добиться от Нитаниягу принятия закона о призыве. Для них это как бы краеугольный камень существования в этой коалиции, кроме бюджетов. А соответственно, само обсуждение этого закона, прошу прощения, приводит нас к юридической реформе, поскольку там будут наверняка апелляции в богатств. И тут же, да, мы видим необходимость... Сначала преодоление вето богатства, а потом закон о призыве. Тут все связано. Поэтому говорить о том, что реформы не будет, я думаю, было бы несколько наивным. Она продолжает оставаться на повестке дня. Другое дело, что Нитаниягу как политик все-таки опытный, понимает, что если продолжать следовать тем же самым курсам, то можно непонятно куда прийти, поскольку это означает возобновление прежней интенсивности демонстраций, которые не прекращались, но они могут возобновиться с новым задором и силой. Это говорит о том, что общественный раскол будет и далее углубляться. Это может быть чревато всякими разными политическими кризисами, которые Нитаниягу хотел бы избежать. Поэтому для него переговоры под эгидой президента — это, в общем, два сценария. Первый или, наверное, во-первых, это все-таки потянуть время, поскольку проблемы, которые можно решить завтра, зачем ее начинать решать сегодня в наших условиях, это, во-первых. А во-вторых, вполне возможно, что Нитаниягу не исключает все-таки в некой вероятности какого-то компромиссного варианта. Там в окружении герцога говорят о некой пакетной сделке, например. И, грубо говоря, это повод соскочить с темы. Принять то, что можно принять, похоронить то, что можно будет похоронить. А с Яривом Левиным, который является главным сторонником юридической реформы в ее оригинальном виде, Нитаниягу, может быть, надеется разобраться потом. В любом случае, говорить о том, что реформа не пройдет, для него было бы политически нецелесообразным, учитывая давление со стороны некоторых элементов в Ликуде и коалиционных партнеров в тех же ортодоксальных партиях. Но и проводить реформу в ее первоначальном виде Нитаниягу тоже не совсем заинтересован. Я думаю, что следующий экзамен на прочность — это 15 июня. Когда комиссия по назначению судей должна принять свое решение по поводу, собственно, назначения судей, в это все и упираются. По крайней мере, в оппозиции уже озвучили, Яр Лапид, по-моему, озвучил требование, что если до 15 июня переговоры не будут разрешены именно по этому вопросу, то с точки зрения, по крайней мере, партии Ешатит, они будут прекращены. А, соответственно, именно вот эта вот дата ожидаемого решения комиссии по назначению судей может быть тем экзаменом, который нам покажет дальнейшее направление событий. Дмитрий Дубов, большое спасибо. Сейчас немного рекламы, после чего продолжим разговор о госбюджете на 2023-2024 годы. В этой студии появится глава партии «Наш Дом – Израиль» экс-министр финансов Авикдор Либерман. В эфире программа «От шабата до шабата». Пока коалиция была занята утверждением государственного бюджета, цены в Израиле продолжали расти, а инфляция ставит новые рекорды. Например, на этой неделе подорожал хлеб на 5%. Это произошло даже несмотря на отказ министра экономики Неробарката подписывать соответствующий указ. По данным интернет-портала Ynet, глава госкомиссии по ценообразованию при Министерстве финансов Авигайль Винкерт воспользовалась своими полномочиями и лично утвердила повышение цен на хлеб в обход министра экономики. Вслед за хлебом должно подорожать и молоком. Я напомню, что только в начале мая молочные продукты, цены на которые контролируются государством, уже подорожали на 8%. При этом производители требовали повышения цен на 16%. И дополнительный рост стоимости пришлось компенсировать из госсредств. Теперь молочные комбинаты вновь требуют повысить цены на свою продукцию. И если до конца мая не будет подписан новый договор с правительством, то с 1 июня эти цены вырастут еще на 16%. Далее. На этой же неделе, как и предупреждали многочисленные эксперты в экономической сфере, Банк Израиля вновь повысил учетную ставку еще на четверть процента. Таким образом, расходы сотен тысяч израильтян на выплату ипотеки выросли еще больше. Ко мне в студии присоединился глава партии «Наш Дом Израиль» депутат Кнессета, экс-министр финансов Эвиктор Либерман. Добрый вечер. Не знаю, насколько добрый, но скажем, шалом ограничимся. Ну, пусть он будет добрым, да. Но все же, как мы видим, рост цен у нас не прекращается вообще ни при какой власти. И в прошлом году, когда вы были министром финансов, цены росли. И сейчас, когда пытаются нам доказать, что что-то в этом направлении делается, цены продолжают расти. Ну, позвольте мне вас сразу перебить. Тенденцию эту переломить нереально. Позвольте сразу перебить. Многое из того, что мы сделали, это, во-первых, остановило рост цен. Во-вторых, многие продукты реально подешевели. Если я возьму, скажем, к примеру, такие продукты, как мед и оливковое масло. При нас она очень сильно подешевела. Но на сегодняшний день, с 1 января 2023 года, на сегодняшний день, они цены подпрыгнули в среднем на 32-34%. Сказать, очень сильно подешевело, это с большой натяжкой. Это очень сильно. Разница была, может быть, в шекеле или в два. Я говорю про цены на мед. Я говорю, они подешевели вдвое. С 45 шекелей до 20 шекелей. Поскольку мы разрешили, дали квоты на импорт, к примеру, того же оливкового масла и того же меда. Поэтому резко упало. Это правительство тут же эти квоты отменило. И поэтому такой резкий скачок. Но более того, весь этот бюджет является антисионистским и направленным против Алии, прежде всего, против Алии из бывшего Советского Союза. Это не только что министр абсорбции заявил, что я не хочу Алию из бывшего СНГ, я предпочитаю Алию из Франции или из Америки. Отменена экстренная репатриация, вся система экстренной репатриации, вся одноразовая помощь, которую мы выдавали Алимам из бывшего СНГ, все это отменено. Что, да, увеличили? Увеличили вдвое. Ассигнование на ишивы, подняли на 50% выплаты учащимся ишивам, создали специальное управление по продвижению ортодоксального сектора, полмиллиарда шекелей, создали, с одной стороны, Министерство по сохранению еврейских традиций, и параллельно ему создали еще одно министерство при Бенгвире, которое называется Министерство духовного наследия. То есть и у Поруша, что он возглавляет Министерство еврейских традиций... Традиции и наследия разве противоречат сионизму и идеям сионизма? Никакого противоречия, только это только... Много денег идет на нужды поселенцев. Секунду, секунду, нет, эти деньги ничего не идет, ничего не идет, не имеет никакого отношения к сионизму, это просто раздают деньги приближенные. Я хочу напомнить, что ортодоксальные партии противились созданию государства Израиля в 1948 году. Именно, так сказать, духовный лидер Хазон Иш, он провозгласил, что в День независимости все ортодоксы, они читают специальную траурную молитву. И, конечно же, во всей системе обучения, которая финансирует государство Израиль, там у ортодоксов нет ни одного слова ни о Герцоле, ни о Бен-Гурионе, ни о Жаботинском. То есть единственное, кто со всего этого выигрывает, то есть это прежде всего ортодоксы, бедуины и арабы. Все это создано так, что те, кто живут на пособие от государства, они получают очень много дотаций, включая тот же городской налог, то есть берется деньги у ириот, который функционирует. Про фонд Арноны, вы говорите. Про фонд Арноны. И переводится этим же самым муниципалитетом, где в основном или арабский сектор, к примеру, или сектор ортодоксальный, или где компактно проживает ортодоксы. То есть это самый антисионистский бюджет, который стимулирует антисионистскую демографию. А каким образом тогда правительство собирается добиться понижения цен, если, по вашим словам, никаких инструментов для понижения цен, никаких реформ не заложено? Поскольку это правительство, включая министра финансов, не изучали базовые науки, то они даже арифметики не знают. У премьер-министра есть несколько степеней. У него есть степеней, но он полностью продал свою академическую степень в угоду своим партнерам, которые должны провести юридическую реформу, которая, по его мнению, должна вытащить его из его судебных разбирательств. Поэтому мы стали заложниками вот этого его судебного разбирательства, и он просто отдал госказну на разграбление своим мессианским партнерам. Как в свое время, знаете, при царях давали город казакам на разграбление, так Натаньяу дал госказну на разграбление своим партнерам. Вот я беру просто данные, которые публикует Минфин. Где урезали деньги? Урезали в Управлении по развитию израильского Айтыка. То есть главный паровоз нашей экономики там урезали. Выступал только что начальник генштаба, и начальник военной разведки предупреждали о возможной вспышке военного противостояния на севере. Урезали на 80% программу защиты севера. Кто не получил ни одной копейки. Пережившие Холокост, студенты, солдаты не получили ни одной копейки. Но на образование, где запрещается изучать основные науки, выдали 3 миллиарда шекелей. Хорошо, в этой ситуации вопрос возникает классический. А что делать? Вот пример. Вы на этой неделе на заседании под комиссией по развитию индустрии высоких технологий заявили, нам необходимо вернуть определенность в экономические круги, продолжать кардинальные изменения в сфере регуляции и так далее. А как вы собираетесь это делать, находясь в оппозиции? Я нахожусь в оппозиции, поскольку поддержать такой бюджет, это просто самоубийство. Вы знаете, дам только еще цифру. Этот бюджет, он превышает предыдущий бюджет на 32 миллиарда шекелей. 484 миллиарда шекелей. Но поступление в казну уменьшается с каждым месяцем. Госказначей примерно каждого 8-9 числа каждого месяца обязан публиковать отчет о доходах и расходах государства. То, что мы видим с 1 января, с начала этого года, доходы уменьшаются, а расходы повышаются. Но это примерно как вам, урежу зарплату на 50%, а вы будете увеличивать все время свои расходы. Раньше или позже это взорвется. Это именно то, что сегодня происходит. Что нужно сделать? Прежде всего, выдать деньги, увеличить бюджет того самого управления по развитию израильского айтека, минимум на 2 миллиарда шекелей. В мою бытность министра финансов инвесторы в меня верили. И на протяжении бюджета 2021-2022 года западные инвесторы, прежде всего американские, инвестировали в израильскую экономику, в израильский айтек, 42 миллиарда долларов. Это были, в принципе, рекордные годы, с которыми не сравнится никакой другой. И причин там было несколько подобным вливаниям, подобным инвестициям. Об этом говорилось уже немало. Нет, прежде всего, инвесторы, они прежде всего должны верить в экономических лидеров, те, кто управляет экономикой, тогда они инвестируют. На протяжении этого бюджета, 2023-2024 года, по оценкам Минфина, в лучшем случае будет 8 миллиардов долларов инвестиций. То есть на 80% это упало. Какой результат? В марте месяце 80% израильских стартапов зарегистрированы за границей. Новых стартапов. И старые компании, как RiskyPaid, самая большая израильская компания в мире гейминга. То есть они в один день позвонили в банк, переводите полмиллиарда долларов у них было на счету в Португалию, объявили, что они переводят свою штаб-квартиру в Португалию и предложили всем израильским работникам сделать релокейшн, то есть переехать в Португалию, они оплачивают и так далее. То есть инвесторы потеряли веру. То, что называется израильский купот-гемль, то есть кассы сбережения, которые есть практически у всех, кто работает по найму, только в марте месяце вытащили оттуда 4 миллиарда шекелей. То есть полностью подорвано доверие в нашу... Кредитный рейтинг Израиля не падает при этом. Пока не падает, и это благодаря такому массовому давлению, что личный президент и премьер-министр звонили, умоляли и так далее. Но самое главное, что мы видели в последний месяц, индекс цен вырос в два раза больше, чем ожидали, 0,8%, а учетная ставка достигла рекордной высоты 4,75. За 17 лет, да. За 17 лет, и это бьет по всем, кто воплачивает ипотечные суды. Давайте от экономики к политике перейдем. Перед тем, как зайти на заседание, где был утвержден госбюджет, Нитаниягу обратился к оппозиции со словами «Не стройте пустых надежд». Наша коалиция крепка, мы продержимся все 4 года своей каденции. А ваш прогноз по этому поводу каков? Проблема, что 4 года ни экономика, ни государство Израиль не продержится при таком управлении. Вы знаете, в сегодняшнем мире самое главное, это есть такое слово на английском «management», то есть управление. И поскольку тут вообще не управляется, а просто, как я уже сказал, занимается грабежом госказны, то ничего не поможет, никакая коалиция не сможет удержаться 4 года просто из экономических причин. Но ближайшие два года однозначно они будут в месяц 23-24 год. И это я не уверен, потому что с точки зрения безопасности, то, что мы видели, видим истерику в высших госкругах. То есть на этой неделе прошла конференция в Герцелии один за другим. И начальник военной разведки, и начальник генштаба, и министр обороны, и Натаньяу говорили и о вспышке, военной вспышке на севере, и об иранской угрозе, когда в течение двух дней четыре самых высокопоставленных человека в этом государстве говорят о такой военной вспышке, угрозах, это говорит о том, что они находятся в состоянии истерики. То есть ни с экономической, ни с военной точки зрения это правительство не способно защитить интересы государства Израиля. У нас только что была военная операция «Щит и стрела», которая закончилась очень даже позитивно для Израиля. Она вас не убедила в том, что Натаньяу становится и мистером безопасности, как это было когда-то? Что Натаньяу является просто основным стратегическим партнером Хамаса. То есть, да, нанесли удар по самому слабому сопернику «Исламский джихад». Но Натаньяу вообще просто там сделал выговор Исраилу Кацу, министру, члену военного кабинета, который только заявил, заикнулся, что нужно взвесить точечную ликвидацию и лидеров Хамаса. Хамас сидел в том же самом штабе вместе с «Исламским джихадом», но ни в коем случае, главная остановка была «не трогать». У них есть неприкосновение. Вы делали же то же самое. Мы не делали то же самое. Вы тоже воевали против «Исламского джихада», не трогая Хамас. В прошлом году происходила, ситуация была аналогичная. В прошлом году, когда я зашел в правительство, я не случайно попросил пост министра финансов. Я заявил, что наша главная задача этого правительства, то, что называлось «коалицией отчиной», это не задачи, какие-то кардинальные изменения ни во внешней политике, ни в безопасности, а прежде всего наладить экономику. Именно поэтому я просил пост министра финансов. Это правительство, которое якобы называет себя правым, делает все, чтобы умиротворить Хамас. То есть Катар в начале года пытался прекратить перевод денег Хамасу. Натаньяу просто оказал бешеное давление на Катар продолжать переводить 15 миллионов долларов наличными Хамасу каждый месяц. Хамасу позволяется вообще без всяких помех усиливать количество оружия, которое они производят сегодня. Я хочу только сказать, к примеру, они производят в день две ракеты, которые достигают Хадера. Хамас это сегодня куда ближе к Хизбалле. Это уже не террористическая организация, это террористическая армия с дивизиями, с батальонами и так далее. Все при полном попустительстве Натаньяу. Натаньяу является их главным стратегическим партнером. Я ушел в отставку с поста министра обороны, именно когда Натаньяу не разрешил точечных ликвидаций лидеров Хамаса. И более того, тогда он провел решение, вопреки моему мнению, первый раз тогда перевели 10 миллионов долларов наличными лидерам Хамаса в чемоданах. Еще одна тема, которую мы не затронули, это продолжение реализации юридической реформы, о чем премьер-министр тоже заявил на этой неделе. Каким вы видите развитие ситуации, какие законы будут приняты, от каких все же Натаньяу откажется? Прежде всего, это не юридическая реформа, это персональная реформа. Я хочу напомнить, она началась, закон Дерри-1, закон Дерри-2, закон об иммунитете, самого Натаньяу, закон о подарках. И когда он понял, что ему нужно провести бюджет, он затормозил. Я считаю, что тут Лапид и Ганс повели себя абсолютно ошибочно. Сам факт, что они согласились на якобы переговоры с Натаньяу о юридической реформе, позволило ему то, что он хотел достаточно в спокойной обстановке прийти к голосованию бюджета и провести бюджет. Я уже не говорю о легитимации, которую они дали всей этой персональной реформе. На последней неделе Натаньяу дал несколько интервью с всяким международным каналом, американским, не израильским, естественно. В Израиле он дает только интервью 14-му каналу, а 9-му каналу только во время предвыборной кампании. Всюду он говорил, смотрите, мы демократия, что вы хотите, вот оппозиция сидит со мной и обсуждает юридическую реформу. Я считаю, я их призвал открыто и вчера с ними говорил в Нессете, они должны немедленно выйти с этих переговоров. Поскольку эти все переговоры дали легитимацию, понятно, что Натаньяу действует исключительно. Ну, предположим, они выйдут из этих переговоров, да, и весь процесс лопнет. И что дальше? Прежде всего, это действительно уберет легитимацию, которую Натаньяу получил. И без такого... Но вы есть 64 голоса в Кнессете. Это достаточно для легитимации любой инициативы, которая придет ему на... Нет, Натаньяу прежде всего хочет попасть в Белый дом. Это впервые. Я не помню, со дня основания государства Израиля, что премьер-министр Израиля вошел в должность, уже находится 5 месяцев, и еще у него нет приглашения посетить Белый дом. Он вообще превратился в персону нон-грата. То есть его вообще никто не приглашает. Он сам себе организовал там два визита. Видно, ему было скучно в Израиле. Хотел сделать уикинг то в Италии, то в Англии, в Германии. В Германии, по-моему, вообще был один день. Но я не вижу там ни одного серьезного международного лидера, который хотел бы его видеть у себя в качестве реального гостя, партнера. Но возвращаясь к юридической реформе... Секунду. Я хочу еще раз... Нужно понять, что при такой постановке вопроса, когда Натаньяу говорит, что мы там у иранской угрозы будем атаковать, мы не можем в одиночку, мы не можем провести никакой серьезной акции военной без координации прежде всего США. Без права в вето США в Совете Безопасности нас остановят через сутки, максимум через двое суток. Неважно, где мы попытаемся провести такую военную операцию. И поэтому Натаньяу это понимает, и это очень важно, вопрос международной легитимности, поддержки США и, самое главное, возможность иметь американское вето совбезе, это часть нашей национальной стратегии, это часть всей системы безопасности государства Израиля. Необходимость американской поддержки в международных делах остановит Натаньягу от продвижения юридической реформы. Это его прежде всего, что его останавливает, и отсутствие легитимности со стороны оппозиции создаст для него очень серьезную дилемму, что делать дальше. А там посмотрим. А там посмотрим. Айвгдор Либерман, большое спасибо. Спасибо. Сейчас немного рекламы, после чего поговорим о развитии ситуации в сфере просвещения. Я напомню, что профсоюз учителей старших классов объявил на этой неделе о забастовочных санкциях. Вы смотрите «От шабата до шабата». Более двух тысяч сотрудников сферы просвещения поставили свои подписи на этой неделе под обращением главе Минпроса Йоаву Кишу, в котором содержится предупреждение об угрозе развала системы государственного образования из-за перевода сотен миллионов шекелей на нужды ортодоксальных учебных заведений. «Ясли детсады и школы переполнены, не хватает тысяч учителей и воспитателей», говорится в послании педагогов министру. В результате базовые школьные предметы не изучаются в полной мере. Отсутствие образования – это прямой путь к увековечиванию бедности, насилию и развалу общества. Средства, которые пойдут на нужды негосударственного образования, лишат будущее поколение необходимых основных знаний». При этом, чтобы решить основную проблему образовательной сферы, уже упомянутый выше кадровый голод, нужны не миллиарды шекелей, как в случае с ультраортодоксальным образованием, а чуть больше сотни миллионов, что для израильской госказны не такие уж и большие деньги. Я напомню, что количество учителей в нашей стране продолжает неуклонно сокращаться, поскольку молодежь не стремится получать профессию, которая как минимум в первые годы деятельности не позволяет преодолеть порог, который называется чертой бедности. Поэтому в преддверии утверждения госбюджета профсоюз учителей старших классов решил напомнить государству о проблемах преподавателей. И во вторник, 23 мая, была объявлена забастовка. Глава профсоюза учителей старших классов Ран Эрес требует от Минфина повысить зарплату начинающих учителей до 12 тысяч шекелей, что приведет к повышению зарплат и других преподавателей в зависимости от их стажа. За комментарием я обращаюсь к директору школы ITD в Холоне Марку Баботу. Марк, добрый вечер. Добрый вечер вам и всем телезрителям. Да, к сожалению, мы находимся в преддверии колоссальной проблемы в сфере образования, потому что я как директор, и хочу вам сказать, я 16 лет учитель и директор, и такой ситуации, которая планируется или происходит на следующий год, это буквально не было никогда. Нет учителей по всем главным профессиям, математика, иврит, английский, нет компьютерщиков, нет учителей биологии, вообще всех точных наук, физика, химия в том числе. И по-настоящему новые силы не приходят в образование. Находятся очень часто учителя, которые, то, что у нас говорят как бы с шхуким, это стертые, это такое выражение на иврите, которое говорит о том, что у людей, они работают без мотивации, без любви к ученикам, к своей профессии, к своим коллегам, и по-настоящему проблемы, они колоссальные. Особенно, когда мы видим, что происходит распил, я бы сказал, государственный распил бюджета, когда 13 или 14 миллиардов шекелей идут коллекционные деньги для верующих, для ультраортодоксов и ещевод, которые вообще не преподают все профессии, то, что мы называем общие такие профессии математика, английские, компьютеры, и они вообще не выходят потом на рабочий рынок. И поэтому это огромная проблема, я согласен с вами. Но, с другой стороны, забастовка, о которой объявил глава профсоюза учителей старших классов Ран Эрес, она способна как-то повлиять на ситуацию, и даже если эти условия будут приняты, и зарплата увеличится до 12 тысяч шекелей для начинающих учителей, это решит проблему, люди пойдут в профессию? Смотрите, если создать, ну, самый главный фактор, это, конечно, зарплата, потому что, как бы, престиж специальности, он в Израиле измеряется зарплатой. То есть, если есть достаточная зарплата, в которой мужчина или женщина могут содержать свою семью, то есть какой-то шанс, что вот эти деньги могут помочь тому, что придут хорошие кадры. Если начинающий учитель в гимназии получает в районе 8 тысяч шекелей вторая степень, то вы понимаете, что хорошие кадры это не привлекают. В частности, приходят, как бы, только фанатики своего дела, приходят иногда люди, у которых нет другого выхода, и приходят иногда пенсионеры, как я, из различных других государственных работ, которые имеют какую-то пенсию и могут себе позволить, представьте себе, что я говорю, могут себе позволить стать учителями. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, профсоюз учителей, который был основан в 58-м году, учителей, я имею в виду, высших классов, он ничего не сделал для учителей по-настоящему, и потому что они занимаются главными проблемами вот этого сектора. Есть какие-то успехи, но они чисто временные и чисто местные. К сожалению, Ранерес не может повести за собой такие меры, которые в конечном счете побудят государство принять его сторону. Я думаю, что часть из этого, это потому что профсоюз и профсоюз учителей гистодрут, и профсоюз учителей высших классов, они не одна организация. То есть Министерство образования, оно понимает, что есть раскол среди этих профессий, среди этих представителей или профсоюзов, и поэтому может действовать отдельно. Сама организация, это османское объединение еще с 1909 года, поэтому оно абсолютно непрозрачно, оно не действует по законам ни компании, ни третьего сектора, поэтому Ранерес делает там, что он хочет, и нет по-настоящему выборов, нет по-настоящему оппозиции в этой организации, и поэтому мы, директора школ, организовали свою собственную организацию, которая называется «Лидеры директора школ», и понемножку мы начинаем раскручивать именно то направление, которое должно улучшить образование в Израиле, в том числе улучшить и финансовые, и другие, я бы сказал, базовые данные учителя, чтобы, да, приходили гораздо больше и гораздо лучше кадры в эту сферу, которая по-настоящему, она важнее, чем безопасность. И как вы оцениваете свои перспективы, то есть перспективы своей деятельности в этом направлении? Эту проблему можно будет как-то решить? Или мы опять перед каждым первым сентября будем сталкиваться с забастовками учителей, я не знаю, средних классов, старших, младших и так далее? К сожалению, вот так это действует в Израиле, и никто до первого сентября не хочет заниматься этой проблемой, и не занимается ей, поэтому сейчас как бы мы ползем, по-настоящему учителя ползут после такого года, ползут к финишному знаку 20 июня, потом начинаются багрует, но дело в том, что профсоюз учителей все время задействует учеников, как будто это защитный какой-то рецепт или щит против Министерства образования. Сейчас они хотят запретить учителям участвовать в подготовке похода в Польшу, сейчас они хотят заставить учителей не давать оценки или не приходить на выходные вечера 12-х классов, что, конечно, никогда не будет, потому что сами учителя понимают, какая у них ответственность перед учениками. И поэтому все, что, к сожалению, делается на уровне этого профсоюза, который по-настоящему, он уже сколько, 25 лет, он председатель профсоюза, и невозможно там изменить все. И сам партийный аппарат там, он очень проблематичный, и поэтому, между прочим, и учителя тоже думают, что он не очень их представляет, и правительство так думает, и никто практически не верит в это до 1 сентября. 1 сентября объявляется забастовка, день, два, три, иногда это больше, было уже забастовка несколько месяцев, и потом они приходят к какому-то снова очередной подачке, которая кидается учителям, но все равно это не ставит эту профессию на более высоком статусе во всем гражданском обществе. Поэтому, как бы говорить только об одном параметре, оно нереально. К сожалению, это так. Я в этой, как бы, среде, и мне очень больно за образование в школе, за учителей. К сожалению, это так. Что ж, Марк Бабот, я желаю вам удачи в вашей деятельности. Будем надеяться, что проблемы учителей все-таки когда-нибудь будут решены. Марк, большое спасибо за это. Зависит от всех нас, между прочим. Спасибо вам. Да, спасибо. Сейчас немного рекламы, после чего поговорим о развитии ситуации в сфере безопасности. Вы смотрите программу «От шабата до шабата». На минувшей неделе в университете Райхмана в Герцли состоялась ежегодная международная конференция по вопросам безопасности. Обсуждались угрозы еврейскому государству, всему Ближневосточному региону и миру в целом. По словам первых лиц израильской системы безопасности, министра обороны, начальника Генштаба, главы военной разведки, основной угрозой как безопасности еврейского государства, так и общей стабильности в нашем регионе по-прежнему является Иран. За подробностями я обращаюсь к нашему военному корреспонденту Сергею Гранкину. Сергей, здравствуйте, добрый вечер. Итак, что рассказали руководители израильских служб безопасности на Герцлийском форуме и к какому развитию ситуации они готовятся? Добрый вечер, Михаил. Ну, на самом деле, громких заявлений было сделано очень и очень много. Главное, конечно, это начальник Генштаба Израиля, Герца Олеви, после выступления которого упал израильский шекель. Настолько сильное впечатление это произвело не только на тех, кто присутствовал в зале Герцлийской конференции, но и вообще на всех израильтян, в первую очередь, конечно, на инвесторов. Ну, будем надеяться, что это временный эффект. Что сказал Олеви? На самом деле, если так вдуматься в его слова, ничего нового. Иран, да, остается главной стратегической угрозой, действительно приближается к созданию ядерного оружия. Это для нас не новость. Из Ирана, кстати, уже последовал ответ. Иран сообщил, что если Израиль решится нападать на Иранскую республику, то будет снесен с лица земли. И это вот последняя красная черта. То есть, тоже ничего особенно нового не прозвучало. Почему это произвело такое впечатление? Ну, во-первых, легкий перерыв в событиях в сфере безопасности. Я просто напомню, Рамадан, потом щиты стрела, День Иерусалима все время чем-то были заняты на тактическом уровне. А стратегических заявлений довольно давно в Израиле уже не слышали. Ну и плюс предшествующее Херца Олеве заявление главы израильской разведки, который как раз очень подробно разбирал ливанскую угрозу. Он сказал, что вот это происшествие на перекрестке Мегида, теракт, который осуществлен при помощи Хизбаллы, как в этом не сомневаются, по крайней мере, израильские спецслужбы. Это только один из эпизодов, целой череды эпизодов, запланированных Хизбаллой. И что насрало, похоже, забыл уроки 2006 года и планирует какие-то новые провокации против Израиля. И это будет крайне опасно для, в первую очередь, конечно, для ливана и ливанцев. Интересно, что в момент выступления главы израильской разведки над Ливаном разбрасывали листовки над Южным Ливаном с предупреждением к гражданам не пересекать израильскую границу, потому что это очень опасно. Ну, на самом деле, смешное предупреждение, как предупреждать не засовывать пальцы в розетку, потому что это тоже довольно опасно, и это совершенно очевидно. Но главное, что наши силовики решили на этот раз, похоже, синхронизировать свои выступления с какими-то практическими действиями. А когда выступал о Ливе, произошло очень интересное событие. Вот ровно в эти минуты, когда он произносил свою речь, пришло сообщение из Ирана о том, что в провинции Исаган, это там, где находятся, собственно, и заводы по производству, по обогащению ядерного топлива, химические заводы, возник пожар на каком-то подземном предприятии, сильный пожар, подробности не уточнялись, но вот то, что это произошло минуту в минуту, я думаю, на всех присутствующих тоже произвело очень сильное впечатление. Ну и результаты, в общем-то, отчасти не заставили себя ждать. Уже в среду на северной границе произошло несколько инцидентов. Но всегда, когда напряжены нервы, такие инциденты происходят. Во-первых, три израильских парапланириста перепутали маршрут, или их сдуло ветром, они приблизились к ливанской границе, и когда их заметили израильские наблюдатели, у них создалось впечатление, что на Израиль летят три параплана со стороны Ливана. Была тревога, жителям приграничных поселений запретили выходить из домов, запирали школы и детские сады, ну, довольно быстро разобрались в ситуации. Через час-полтора, естественно, объявили, что тревога была ложной. Ну, по этому примеру видно, что действительно напряжение на границе достаточно высоко. Еще один инцидент, кстати, тоже в среду. Это обстрелянный израильский беспилотник. По всей видимости, стреляли с сирийской части голландских высот. Израильские военные открыли огнем из автоматического оружия, как сообщила пресс-служба армии. Тоже довольно необычный вариант. Ну, то есть, это была предупредительная, конечно, стрельба. Вряд ли кого-то хотели подбить из автомата. Просто Израиль показал вот этим сирийцам, которые занялись воздушной охотой, что они под наблюдением, что их видят. И, в принципе, автоматы могут смениться и снайперскими винтовками, и более серьезным оружием. Беспилотник без проблем вернулся на базу. Это, опять же, цитирую сообщение израильской пресс-службы. Ну, вот из таких глобальных событий, которые произошли уже после герцлийской конференции, это, во-первых, учения, которые начались в Дамаске. Иранские силы, которых вроде там нету, начали учения по отражению иностранной интервенции на Сирию. Иностранная интервенция, ну, вряд ли это российская, мы понимаем, вряд ли со стороны Ирака. Это тоже абсолютно очевидно. Значит, это американцы и израильтяне. Две силы, которые действуют в этом регионе. Но главное, конечно, не сценарий учения, а то, что сам факт наличия иранских сил в очередной раз подтвержден. Мы знаем, что Израиль считает это пересечением красной черты, и, в общем, наверное, какие-нибудь неизвестные ВВС на эти учения могут и отреагировать. А в Израиле вот уже буквально завтра начнутся тоже очень серьезные учения, двухнедельные, которые будут не только военными учениями. То есть не только голландия, танки, ну, самолеты, это все как всегда. Такие учения проводятся каждый год. Тут учения всех, кто имеет отношение к войне. И службы спасения, и службы тыла, гражданских структур, и даже правительство Израиля. Но впервые, пожалуй, на моей памяти, или, может быть, раньше про это просто не сообщали, будет учебное заседание правительства Израиля. Оно состоится, по всей видимости, где-то в районе Северного военного округа 30 мая, и там министры будут отрабатывать свои действия в случае начала войны на Севере. Разумеется, сразу на двух-трех фронтах. Ну, понятно, Ливанский фронт, Сирийский фронт и баллистические ракеты со стороны Ирана. Может быть, Ирака, потому что там тоже есть пусковые иранские установки. Так что ситуация заметно накаляется, ну, по крайней мере, если иметь в виду северную границу, так иногда речи на обычной конференции приводят к реальным событиям. Хотя на самом деле, в стратегическом плане, за последнюю неделю мало что изменилось. Иран продолжает создавать ядерное оружие. Похоже, какие-то хакеры, какие-то ВВС пытаются атаковать и на территории Ирана, и на территории Сирии. Объекты, которые, собственно, будут стартовыми площадками для этой войны. И, в общем, эта история продолжается. Вряд ли стоит завтра-послезавтра ожидать начала войны. Хотя, вот, экономисты считают по-другому. Еще раз напомню, Шекель здорово упал. Михаил? А как развивались события на местности? Чем была отмечена эта неделя в Иудее и Самарии? Ну, пожалуй, главное событие, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это запуск ракеты. Ракеты из окрестностей Дженина в сторону израильского поселения Шакет. Конечно, ракета никуда не полетела. Мы видели эти кадры. Собственно, они обошли все палестинские сети. И именно так и нашли пусковую установку израильские силовики. Просто сравнили эти кадры с географической привязкой и обнаружили, откуда запускали ракету. Ракета, судя по видео, пролетела ну, метров, наверное, 100-150, разорвалась в воздухе. К сожалению, ракетчики не пострадали. Неудачный запуск, но так как он был снят на телефон, на видео, то это произвело очень сильное впечатление. Особенно, если вспомнить заявление главы Шабака Ронанабара сразу после окончания операции «Щит и стрела». Я напомню, что тогда Ронанабар говорил о том, что отчасти операция против исламского джихада началась в связи с тем, что исламский джихад из Газа передавал ракетные технологии своим сторонникам в Иудее и Самарии. Ну и вот, соответственно, мы увидели результат. Кого-то арестовали, кого-то арестовать не успели. И подобные операции в Самарии будут продолжаться, что, конечно, не может не вызывать очень серьезной тревоги. И ясно, что у израильских военных, у израильских спецслужб появились новые цели именно в этом районе, с этим будут очень серьезно работать. Сергей Гранкин, большое спасибо. Спасибо, до свидания. Сейчас совсем немного рекламы, после чего одна хорошая новость минувшей недели. В эфире программа «От шабата до шабата». Премьер-министр Бениамин Нетаниягу и министр обороны Юаф Галланд утвердили на этой неделе новый пакет льгот для военнослужащих-резервистов. Как сообщило Министерство обороны, бюджет на эти цели вырастет с 14 миллионов шекелей сразу до 200 миллионов. Например, скидка на муниципальный налог «Арнону» для милуимников вырастет с 5 до 15 процентов. И воспользоваться ею смогут как квартиросъемщики, так и владельцы собственного жилья. Кроме этого, резервистам будет предоставлена 10-процентная скидка на оплату электроэнергии. Еще одна льгота – это грант в размере 1500 шекелей, который будет предоставлен резервистам, призываемым на сборы летом. И предназначен он для оплаты детских летних лагерей. Право на этот грант получат милуимники, у которых есть дети в возрасте до 16 лет и которые отслужат более пяти дней в июле или августе. Министр обороны также пообещал, что вскоре правительство утвердит новые льготы для резервистов в таких сферах, как образование, культура, спорт и даже строительство жилья. И на этом программа «От шабата до шабата» подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова